Александр Грин И роман «Бегущая по волнам». Именно о нем нам расскажет художник, член клуба «Артпозитив» Галина Жинжикова. Когда задают вопрос, какая ваша любимая книга, я обычно отвечаю, та, которую я сейчас читаю. Книга, которую ты читаешь, в нее надо влюбиться. Или как-то должно что-то зацепить. Или сюжет, или автор, или главный герой. Поэтому выбор у меня был немножко, ну, скажем так, рандомный, но случайности не случайны. И это цитата из той книги, о которой я хочу рассказать. Александр Грин «Бегущая по волнам». Почему выбрала эту книгу? Потому что это первая книга фэнтези, которую я прочитала. И влюбила она меня в этот жанр. И в ней есть все, что мы любим в жанре фэнтези. Примона о любви. Если хочется прочитать, там есть сюжетная линия, в которой главный герой знакомится с тремя очень разными девушками, в которых он мог бы влюбиться и, в конце концов, влюбляется. И все заканчивается хорошо. Это книга о приключениях. Она авантюрная. Там есть сюжет, там есть некая тайна и загадка. Есть фэнтези Грант, в которой никто не знает, что это такое. И кто это вообще. Есть такая немножко детективная линия, в которой все это происходит. Есть приключения, есть подвиги. Есть очень много рассуждений вообще. И психологических рассуждений, которые обычно... Ну, как бы Грин вроде бы считается, что это не его. Там все это есть. И, конечно, там есть море. Там есть море, там есть гильдью, там есть карнавал, там есть волшебство. И вот именно очарование этой книги, может быть, поэтому мне хотелось о ней рассказать, потому что сейчас, ну, как-то грустно, холодно, зима. Мы взрослые, и нам нужна сказка. Наверное, вот в этом и есть самое главное очарование Грин. Он мечтатель. Это писатель, который зовет к мечте. И, наверное, вот в этом очаровании его и есть то, что нам нужна мечта, чтобы мы могли жить и двигаться дальше, преодолевать какие-то трудности на пути к этой мечте. Наверное, за это его и любят. Береговой отсвет был так силен, что я видел лицо Дейзи. Оно, сияющее и пораженное, слегка вздрагивало. Она старалась поспеть, увидеть всюду, и едва ли замечала, с кем говорить. И была так возбуждена, что болтала, не переставая. Я умираю от любопытства. Я иду одеваться. А, о! Дейзи поспешила, споткнулась и бросилась к борту. Кричите им, давайте кричать. Эй, эй! Это относилось к большому катеру, по корме и носу которого разбивались влаги, а борты и тен были увешаны цветными фонариками. Эй, на катере крикнул болт так громко, что гребцы и дамы, сидевшие там в веселой компании, перестали грести. Приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать? Катер подошел к нырку, на нем кричали и хохотали. Как он подошел, на палубе нашей стало совсем светло. Мы ясно видели их, а они нас. Да это карнавал, сказал я, отвечая возгласом Дейзи. Они в масках. Вы видите, что женщины в масках. Действительно, часть мужчин представляла театральное сборище индейцев, маркизов и шутов. На женщинах были шелковые атласные костюмы различных национальностей. Джентльмены, сказал один из человек, неистово, скрежеща зубами и показывая нож. Как смеете вы являться сюда, подобно грязным трубочистам и ослепительным будочникам? Скорее зажигайте все, что горит. Зажгите ваше судно. Что вы хотите от нас? Скажите, крикнула смеясь и смущаясь Дейзи, почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло? Дети, откуда вы, печально сказал пьяный толстяк в белом балахоне с голубым помпонами? Мы из Риоли, ответил Прокторс, благоволите сказать что-либо дельное. Они действительно ничего не знают, закричала женщина в полумаске. У нас карнавал, понимаете? Настоящий карнавал и все удовольствия, какие хотите. Карнавал тихо и торжественно произнесла Дейзи. Господи, прости и помилуй. Александр Грин, бегущая по волнам. Очень рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова